Новгород Великий делился рекой Волхов на две стороны. Левобережную, позже будет называться Софийская сторона, и правобережную, Торговая сторона. Большинство улиц имели деревянные мостовые, которые на два века старше парижских. Самая большая площадь находилась возле княжеского двора. Там обычно собиралась вечер. В XII веке Новгород станет первым на Руси вольным городом-республикой с правом приглашать и изгонять князей. И будет сохранять свою политическую самостоятельность более трех веков. Экономическая мощь господина Великого Новгорода, владеющего землями от Прибалтики до Урала, сделает его одним из богатейших городов Европы.